Крым, такой быстренько по главным мыслям пробежаться. И потом, опоздальщик, иди супер. Последний, я буду первым. Тема Язык, царство Больного или голос Веченности. Мы говорим о языке. Итак, изначально вводим дефиницию. Язык – это основа государства. Есть язык, есть народ. Защищенный язык – защищена культура, религия, развитие, образование, история. Если народ теряет язык, народ перестает быть языком. То есть, вначале мы определяем дефиницию. Почему Латвия изучает язык? Можно раздражаться на это, но это основа. Потеряй сейчас латвийский язык и начни сейчас вот этот мультикультурный, мультиэтнический какие-нибудь процессы. Нет языка, нет истории, нет образования, нет культуры, нет государства. Поэтому государственный язык – это стержень, это как хребет, это просто как арматура развития любого государства. В каких-то государствах есть два государственных языка, в каких-то один и так далее. И эти рассуждения мы автоматически переводим на уровень Царства Божьего. Если мы говорим о государстве небесном, о Царстве Божьем, естественно, возникает вопрос, а какой там язык? На каком языке Бог изначально разговаривал со своими небожителями, ну то есть со своими подопечными? Каким государственным языком обладает Бог? Это первый вопрос, который мы просто взяли. Как мы говорим, есть языки цивилизационные, есть локальные. То есть язык – это комбинация понятий, категорий, представлений. Английский язык нельзя сравнить с чукосским или как-то, мы понимаем. Я вспоминаю Несу Шлессер, которая свидетельствует, говорит, я говорю на английском, на французском сейчас она говорит, и на латышском, и на русском. Но, говорит, латышскую Библию я почему-то уже не могу читать, потому что, когда я начинаю читать английскую Библию, у него категории расширяются вообще, ну как бы до беспредела. Поэтому, ну это маленький пример того, что есть языки совершенные, есть языки примитивные. То есть о чем речь идет? Русский говорит, Бог со мной разговаривает на русском, латыш может говорить, Бог со мной разговаривает на латышском. И в этом ничего нету плохого, но, как мы брали эту метафору, когда приезжает американский миссионер куда-нибудь к Алиотам, то есть два варианта. Либо миссионеру этому, который обладает этим великим языком, упрощать, сокращать эти понятия до примитива, чтобы тебя понимал Алиот. И второй вариант, это когда, чтобы этот Алиот поехал куда-нибудь в Кембридж, выучился, и чтобы он разговаривал уже с цивилизованными людьми на их языке. Отсюда Бог, Бог, он обладает самым грандиозным, самым совершенным, идеальным и самым великим языком во всей вселенной. И самый совершенный земной язык по сравнению с тем языком, на котором общается Бог, он, может быть, будет примитивнее, чем чукольский. Поэтому мы здесь говорим-то не столько о теоретических вещах, сколько практически на каком языке ты общаешься с Богом. То есть я просто сейчас заряжаю информационную плоскость, в которой мы можем об этом рассуждать. Так вот, и Бог может и на русском говорить, опускаясь на уровень моего земного ограниченного языка. И в то же время он, после крещения Духом Святым, дает нам право и дает нам возможность переходить с уровня ограниченного любого земного языка на уровень безграничного духовного небесного языка, на котором разговаривает Бог. Язык – это основа развития, общение. Общение – это обогащение. Есть язык, понимаем друг друга. У нас будет общение, есть общение, есть обогащение, развитие и так далее. Ну и вот с этой позиции, бегло идем дальше. Библия упоминает, что от Едема до Вавилона на земле был один язык и одно наречие. Антропологи, археологи, вот тот, кто копает эту тему, они говорят, это шумерские языки или там, я не знаю, какие это языки древние. Ну, это как бы их право говорить, но Библия, говорит, был один язык и одно наречие до Вавилона. И когда мы читаем 11 главу Вавилона, 11 главу Бытия, где речь идет об этом проекте, это было после потопа. У людей был один язык, одно наречие, один проект, одна религия, причем антибожественная, потому что Вавилон – это языческая религия. И там не просто высотой до неба, когда мы знакомились с тем, что из себя представлял комплекс Вавилонской башни, то это языческие храмы, это царство дьявола, это извращение, это сплошное язычество и так далее. И когда, здесь мы акцентируем внимание на вопросе единства, на вопросе единства, когда есть один язык, люди понимают друг друга, одна цель, одна мотивация, то они могут достичь очень больших успехов. И Бог предпринимает такую акцию, которая называется смешение языка. То есть, когда Господь увидел, они не отступят, то есть их единство, языческое единство, взбудоражило даже Творца, и Творец сказал, вижу, что они не отступят, пока не исполнят. И для того, чтобы остановить проект, ну здесь мы рассматриваем принципы единства и разногласия. Разногласия останавливают проект единства, оно двигает. И происходит феномен на территории Вавилонской башни. Феномен, который называется смешение не языков, там был один язык, а языка. И мы дискутировали, что такое смешал язык. Ну, если говорить проще, раздробил. Вот был, как мы взяли метафору, была ваза, и просто об асфальте, пах, и осколки разлетелись, и каждый осколок, это была часть того оригинального, исконного, первичного языка. Люди перестали понимать друг друга и рассеялись. И отсюда началась вот эта эпоха мультикультурной, мультирелигиозной, мультинациональной эпохи, или как сказать, цивилизации. То есть практически раздробив оригинальный язык, Господь отбросил технологический прогресс той цивилизации, может, на столетие. Потому что, когда люди перестали понимать, они перестали развиваться, они перестали добиваться таких успехов, и им теперь предстояла другая задача. От одного, теперь вот, ты должен на этом языке, теперь воспитывать своих детей, своих друзей. То есть практически наступила эпоха развития локальных этносов. Эпоха развития локальных, национальных языков, наречий, культуры и так далее. И появилось вот это многообразие человеческой цивилизации. Хорошо это или плохо, но это можете сами проанализировать. И дальше мы бросаем параллель между Вавилонской башней, где Господь раздробил язык, и люди рассеялись по всей земле, перестав понимать друг друга. А в день Пятидесятницы, мы проводим параллель, произошло уникальное чудо. Люди разных народов, люди разных национальностей, люди разных этносов, там парфяне, медяне, сколько читаем, 15 или 18 народностей, они вдруг, собравшись вместе, услышали какой-то язык, который их объединил. То есть Вавилонская башня – это смешение языка, раздробление языка и распространение по всему лицу земли. А в день Пятидесятницы Господь их всех собрал и вернул, то есть вот эти осколки Он как бы собрал вместе, как вот этот разбитый сосуд. И люди начали понимать тот язык, как Дух давал провещевать. А Дух дает провещевать не просто какой-то придуманный язык, это язык неба и так далее. И вот, в принципе, вот эта модель, это вот в принципе, вот эта логическая плоскость, в которой мы должны найти свое сугубо практическое применение. Почему? Потому что до того, как появилась земля, был язык на небе, и Бог разговаривал, и сказал Господь, да будет свет, и сказал Господь, да произведет, и сказал Господь. Вначале было слово. И на каком языке? Появилась земля, множество языков, закончится цивилизация земная, и мы все пойдем в Царство Божие и будем говорить на том языке, на котором изначально говорил Бог. То есть речь идет, это как в контексте откровения о вечности, мы говорим язык Царства Божьего или голос вечности. По-любому, через вот эти все терки, варки земные, мы обязательно вернемся туда, откуда все началось. И в заключение, я думаю, хорошо говорить о крещении Духом Святым, о языках, ну, в общем, о своем новом, может быть, вот с позиции этого откровения, взгляде на языки и так далее. В общем, это я бегло, как сказать, как это говорится, читать брифли. Это вот брифли, вариант этого откровения. А теперь, пожалуйста, логические блоки. Сколько вы, вот насколько вы готовы, как вы вот эту тему могли бы преломить? Опять говорю, можно брать полном объеме. Можно брать какой-то, ну, какой-то два-три логических блока. Либо разбить этот материал на две проповеди. Или даже на три. Насколько, ну, вот, как бы, творческие наши взгляды позволяют нам. Пожалуйста, кто готов? Я с удовольствием буду вас слышать. Только давайте по правилам. Сначала называйте тему. Второе. Называйте сколько блоков, как называется блок. И потом каждый блок индивидуально рассказали, осмыслили, раскрыли. Второе. Чтобы не было, я начал что-то говорить. Говорю, 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 говорю. Нет. Кирпичики, стены, элементы и так далее. Пожалуйста, название проповеди. Сколько логических блоков, как эти блоки называются. И потом уже по каждому из них вы уже, ну, как бы, и докладываете. Пожалуйста. Кто готов? Саша, ты готов? Нет, не было. Тебе повезло. Я. Давай. Название я тогда беру. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Потом у меня получилось 8 блоков. Первый блок про язык. Что это основа, как бы, общественности. Супер. Потом второй я взял, что, ну, я даже не знаю, как на русский перевести. Первый язык. Первый язык. Первый источник языка. Не, не первый источник, а как бы... Второй язык. Да. Ну, первый язык, как бы, ну... Первый язык, скажем так. Первый язык. Оригинальный, изначально. Третий. Потом третий я увидел, что... Ну, как бы, так просто видел, что такое язык. Ну, как, не то, что это, ну, как основа, а язык сам по себе, что такое язык. Ну, я так норову, что такое язык. Потом четвертое... Ну, только не под майонезом. Можно и так. Пустите. Так. Потом я взял... Ну, вообще, ну, у меня идет следующая тема, что мы были... Я, как бы, взял, что люди были изгнаны, или сами, как бы, спровоцировали то, что они потеряли... Или изгнаны, или потеряли Царство Божие. Как бы, четвертое. Так, потом идет пятое, разные уровни языков. Шестое, уже Вавилонская башня. Ну, что это под собой поднимает? То есть, у тебя такое мощное интро до Вавилона, да? Это нет, это не интро, это уже все уже. Уже тема. Да. Очень интересно. Потом седьмое, это... Разрушение единства. И восьмое, как бы, объединение обратно. День 50. Да. Супер. Давайте сначала по количеству блоков и по обозначениям, а потом более подробно. Вот очень интересный подход. Ну, скажи, легче проповедовать, когда ты разбил на блоки. Ну, это надо... Ну, это мне в первый раз опыт такой, что я увидел, как... Ну, как... Пик-пикчер. Да, да, да. И тогда уже можно разделить, и уже тогда уже знаешь, откуда и куда идешь. Друзья, это очень важный этап подготовки проповеди, когда ты увидел ее всю тему, и ты ее разбиваешь, но просто вот как на этапы. Если это есть, ты победитель. Вот разбил вот самые лучшие вот мои конспекты, когда вот мысль первая, мысль вторая, мысль третья. Все. Это как вот у музыканта партитура, и он знает, с чего начинается. Первая, вторая, вторая, третья. Супер. Пожалуйста, кто еще может обозначить тему и количество блоков и их обозначения? Пожалуйста. Ну, у меня меньше. Болос вечности или государственный язык царства Божьего. Первая часть – фундамент, где рассказывается, что является язык, для чего он нужен, и что происходит, какие блага получают государства и люди, когда у них один язык. Дальше получается история и закон Божий. Я описываю, где, как в Талмуде, в Коране, где, как описываются моменты того, что случилось с Вавилоном в Библии. Сравниваю. Коран тоже про Вавилон пишет. Иосиф Лагей, он как раз рассказывал причины, описывал больше всех историков строительства. Вавилонской башни, а Герадот, как величественно, выглядела разрушенная башня. И почему она была разрушена? Она даже, когда разрушена, была более величественная. Да, более величественная из-за того, что там, плюс ко всему, там во всем, в общем, про цивилизацию написано, что в очень многих странах были построены зекураты. Эти башни назывались правильными зекуратами. И каждая страна, чем больше зекурат, тем величественная страна и ее правитель. Ну и Бог, поздравляем, не бывает. Это, как говорится... Поругай. Это не отмечаю. Слава сварения дам никому, сказал Господь. Да. Поскольку, там, опять же, исторически, почему было предложено строительство башни? Чтобы спастись первоначально от потока. Люди боялись потока. А потом это у них переросло в совсем нехорошие последствия и их потребности. Поэтому башня была разрушена. То есть, одна из идей была, что они думали, что Господь в следующий раз начнет всех топить. У нас будет такая высокая важность. Да, а потом они таким образом восторонят Господа и опустят воли речи. И следующий блок. Ну, жуткое видение Риана. Там описывается его сон в пустыне. Как раз вот есть направление 17, 3-6. И дальше сравнение современности, современных историков, обозначение вот этого всего. Вот у вас научная статья получается. У меня так получается больше, мне так легче. Супер. Видите, как очень интересно. То есть, неплохо привлекать вот эти вот данные исторические. И потом заканчивается в Пятидесятнице. Так вот и называется Пятидесятница. Что собрало 17 народностей. Почему они там собрались? Почему был произведен такой шум? Что их там собрало? И, как говорится, многие же потом сказали, что Петр даже чуть ли не оправдывался. Как бы за то, что он не был пьян. Потому что мы, наверное, были пьяны, поэтому такое не детство и так далее, и так далее, и так далее. Но я с вами не пытаюсь просто все не читать. Ну, конечно. Он дохнул и сказал, что все понятно. Да, хорошо, все понятно. Суперинтересно. Даже интересно. Да, пожалуйста. Кто еще как представил? Хочется, чтобы рассказал. Да, да, интересно. Давайте. Сначала пройдем по... Пожалуйста, Вика, как ты? Давайте, Саша. У меня блоки те, о которых мы говорили, это первый блок, язык, это фундамент существования, второй блок, это время разбрасывать камни, это все авиалонские башни, и третий, это время собирать камни, это пьедесятница. Во втором блоке, это там немножко есть, история о прерванном Богом строительстве Агалонской башни не призывает осуждать бизнес возведения небоскребов. Я просто... Бог не против! Сразу из... Архитектуры. Из интернета, так и написано. История призывает осуждать любое планирование, которое не включает в себя учитывание существования в этом мире творца этого мира. Вот так круто. Вот. Ну, а так, видите, вот о том детстве, в котором мы шли. То есть у тебя три блока, да? Три блока. Три больших блока. Пожалуйста, кто еще? Там интересный конспект, вот такой вот. Пожалуйста. У меня всегда так есть. Насколько шло? Название «Государственный язык, царство, мужское, голос вечности». Первый блок – это, значит, государственные языка. Основное местописание – это «Гытие 11.1.5 стих». Потом переход от государственного языка через местописание «Гытие 11.3.5», то, что время разбрасывать, там не время собирать. Второй блок – это феномен Павелонской башни. Что там было, и как Бог сошел, как Он посмотрел, то, что Его раздражала идеология, а не архитектура. Во, вот это постоянно надо подчеркивать. Но что, если это не сказать, то у людей просто повергнется, будет возникать представление, что Бог мракобес, только красоту начнешь делать, Он красоту рушит. Он не архитектуру разрушал, не форму, а вот это мерзкое содержание. На этажное здание, да? Подлиже к земле. Да. Потом третий блок… Кладбище – это минус первый этаж, да? Я извиняюсь, продолжаю. Третий блок – это день пятидесяти, все время собирать камни. Тут в единстве и местописание деяния первой главы с первого по четвертой стих и деяния вторая глава с первого по четвертой. Там, где собрались, Дух Святой сошел в иные языки. И четвертый блок – это то, что нужно молиться, что Дух Святой несет информацию, нельзя его за эмоциями перекрывать, что надо продуктивно ходить в Царство Божье и пользоваться, ну, да, познавать, узнавать. То есть, когда Бог посещает и говорит, ой, такая атмосфера, слов нет. Если бы, а, 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 я на острове Патмос, вообще обалденный, встань и напиши, что написано. Ой, слов нет. Первое послание Иоанна Созрева Патмоса, слов нет. Вот, четыре блоки. Супер, это интересно. А, как у вас? У меня, в принципе, тоже четыре. Озвучьте. Мне очень нравится, что каждый подходит как-то, своя режиссура и своя какая-то репровизация. Название тоже «Голос вечности» или «Голос...» или «Государственное язык» или «Государство Божье». Первый блок – это «Язык» – это основа общения. Ну, где о том, что такое язык, для чего он нужен, что есть примитивные, этот вид для языка. Супер. Дальше, второе – это «Разбрасывание камней» или «Событие строительства Милонской башни». И о том, что из этого получилось. Смешение языка. Из одного языка получилось много-много языков. Третий блок – это «День Пятидесятницы» или «Собирание камней». Так что Бог опять решил собрать все воедино, воспроединить, дать опять возможность вернуться к этому одному изначальному, оригинальному языку, который он составил. И четвертый – это «Дух Святой» – носитель Божьей информации. Да. О том, что этот Божий язык нам нужен для того, чтобы общаться с Богом, что Он несет. «Дух Святой» нам дает эту возможность познать Зажда Божье, познать Его законы, развивать этот язык, общение с Богом, общение с Иисусом. Супер. И вот когда на такую ноту проповедь заканчивается, это и мотивация к молитвенной жизни, к своему познанию Господу очень сильная. Хорошо. Это все, да? Да. Супер. Давайте я скажу. Пожалуйста. Ну, у меня четыре блога названия. У меня «Детесувавский» и «Руславод» – это «Язык Царства Божьего». Первый блок у меня – «Язык как его значимость на небесах и на земле». Там я тоже насчет того, что язык он очень может, что определить государство, так что государство, которое есть язык, так и состоявшееся государство, потому что через свой язык люди усовершенствуются, что люди учатся, что они обогащаются. И у меня в дизайн-то ум такое, что у нас вообще в Латвии тоже есть латвия цитаты, куда приезжают со всех сторон, да, учатся. Тоже классно. Так что у нас в Латвии хорошая, хорошая у нас по-своему языке, да? Тогда вот насчет того, примитивные и эти языки, прогрессивные языки, тогда вот еще что… Ну, в принципе, что язык это обогащает, да, и что Чурча и Американец нам об этом я тоже там написала. Второй блок у меня «Камни разбрасывать» тоже самое, одиннадцатая глава, да? И там насчет того, как Господь сошел, в общем, всю эту главу там тоже я посмотрела. Третий, как «Камни собирают» вот это, в Пятидесятнице, да, в Астанской Святке. И как… А четвертый блок у меня «Единство», что в «Единстве» большая сила. Ну, вот это «Единство», как будто оно там идет через все, и хорошее «Единство», и плохое «Единство», и хорошее «Единство». Но я как-то, ну, потом вот так вот связать и тоже, братья «Единство» еще раз в конце сказать, и чтобы вот в Церкви было «Единство», чтобы у нас было у самих с Богом «Единство». Ну, вот так. Ну да, если у мусульман «Единство», и они рулят в мире, если у ЛГБТ «Единство», и они рулят в мире, а у христиан нет рули, они не рулят, ну что, все умные и вообще «Единство» умные. У каждого свой язык. Им понравилось смешение. Смешение. Очень интересно. Хорошо. Пожалуйста, кто еще? У меня вопрос был такой, ну, все начало примерно то же самое, что у всех, но только у меня заключительный вопрос «Идея». Например, обсуждали вопрос «Идея». Хорошая идея, плохая. Так вот, первоначально вот у них была идея, у них был один язык, одна идея, одна цель. У них была такая. Так идея была немножко неправильная. У них было решение этой идеи, такое, как она должна была быть. Ну вот, и они, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя. Себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Себе сделать имя, они творили грех. Это была идея, которую они хотели воплотить в мире. Вот это была идея. И поскольку эта идея была не Бога, Бог их разделил так, что каждому раздал свои слова, свою ладьбу, и они пошли по миру. Созови буквально. Созови нужды. А потом, в Пятидесятниче, опять вернулось одно, один язык, одна идея, одна цель. Царство Божие. Вот это была правильная идея, правильная цель, которая сработала, которую Бог воплотил. Вот. И вот через Пятидесятниче мы приходим обратно к той Божественному началу, которая была тогда, и которую Бог из-за неправильной идеи, неправильной цели рассеял. Вот примерно вот такое. Очень, очень правильная мысль. Я думаю, что мы должны ее просто взять на вооружение. Не просто абстрактно, мы должны быть в единстве. Мы должны быть в единстве. Когда мы говорим про единство и не говорим, вокруг чего, в какой идее мы объединяемся, единство теряет практически смысл. У них была идея строить Вавилон, вот языческое царство, а в День Пятидесятницы эта идея строить царство Божие на этой же земле, высотой до неба. Очень хорошо. Идея... Это пример. Что хорошая идея? Что дальше? Ты спрашиваешь, что такое... Да, да. А кто дальше? Да, а кто дальше? Крещение духовственное, получается. Что дальше? Да. Я говорю на языках, что дальше? Единственное, вот это вот... Очень здорово. Идея, что это у меня такое... Ну, лично у меня вот такой тронул вопрос идея, поскольку он был там пару занятий назад. Прикол, я Орена, когда Орена был, я говорю, на каком языке я был, на чем? Как? Естественно, на иврите. И с ангелами он? Да, на иврите. Я говорю, а когда Дух Святой сошел в День Пятидесятницы, и люди начали говорить, на каком языке? На всех, кроме Иврите. На иврите, конечно. Хорошо, есть ли еще у кого блоки? Алена? А ее не было в прошлый раз. Да ладно! Какой он? Была, была, я не помню. Захватывающая тема, что я не помню. Пожалуйста, внимательно слушаем еще один взгляд. Еще один. Ну, скажем так, я в прошлый раз прослушал и заметил, что никто не упомянул имя одного человека, который играл очень важную роль по сравнению с первым Вавилоном. В принципе, я для себя как бы разделил на такие блоки. Ну, скажем так, идею назвал Царство Божие, символ Вавилона. Вавилон – это как символ Царства Дьявола, и Пятидесятница, то есть как символ Царства Божия. И если мы читаем Бытие, то здесь написано, что они двинулись с Востока в землю Сенар. И также Библия потом параллельно почему-то упоминает, что был такой человек, как Немрод. Немрод предложил строительство? Нет, ну да, он не просто предложил строительство. Это был, на то время это был великий человек. Во-первых, он был охотником. То есть в то время люди, так как они жили на равнине, они терпели бедствие от зверей, от вот этих всех зверей, которые на них нападали, и он предложил им защиту. То есть он научил людей строить стены, строить города. Он научил людей именно строить города и стен. И Немрод… Я не могу снять, а источник Инград, он был гигант или он был нормальный человек? Потому что я где-то вручал, что он был из этой… Сыновей вот этих. Да, из сыновей вот этих вот. Ну да, это уже как бы совсем копание. Но даже если просто говорить, что он был гигант, он был великолепный лидер, то есть я бы хотел объединить такую мысль, что в прошлый раз я просто не услышал, что все говорят, что единство, важную роль играет язык. Я все равно считаю, что язык, он как бы, это часть единства, все равно важнейшую роль играет лидер. Он дал мне и эту идею. Вот идея пришла именно от Немрода. Он пришел и сказал, что хватит вам жить на равнине, бояться диких зверей, давайте создадим великий город. И имя само Немрод означает против Бога, то есть идущий против Бога. В принципе, дальнейшие христианские источники говорят, что это как бы первый антихрист. То есть первый антихрист, который восстал конкретно против Бога, и он великий лидер, он влек за собой эти толпы. То есть эти толпы неорганизованные, людей были им организованы. То есть написано, что он был, во-первых, первый работорговец. То есть он вел рабство. То есть это первый человек, который построил иерархию, то есть подчинение лидерства, когда лидер наверху, вот эта пирамида лидерская, то есть вот этот самый инструмент. То есть тогда люди действительно жили за счет языка, они жили дружно. Но он установил, что он был первым царем. То есть он установил диктатуру власти, подчинение армии. И дал людям идею. Говорит, нам не нужен Бог, нам не нужно его царство. Мы сами боги, и вот как символ вот этой идеи, давайте построим башню, которая будет выше неба. И люди пошли за ним. Дальше я вот как... Чтобы она была до небес или выше неба. Что такое небо? Чтобы до него добраться или еще выше неба стать? Это самолет выше неба. А что там говорят? Как эту фразу расшифровать? Может неправильно перевели, потому что высотой до неба. Да что такое небо? Ну это как будто мы... Какой перевод вот там? Ну там как бы нет такого. Есть просто, что царство... То есть он основал царство. Да. Он основал царство. И здесь именно сказано, где он основал царство. Это Библия даже говорит. Это Вавилон, это Ирек, это Акад, Халнай, земля Сенат. То есть первый Вавилон основал именно царство. И даже как прообраз, если мы говорим, допустим, символы Божьего царства, как бы ни говорили за действие Духа Святого, все равно Богу нужны были апостолы, все равно Бог оставил здесь на земле символы Божьей власти. Если мы говорим, допустим, о апостольстве, как противоставление. То есть люди часто говорят, вот придет единство, будем молиться вместе, то есть перечисляют харизмы различные, будем паститься вместе и придет единство. Это слишком мало единства. Все равно нужны лидеры. Немрот нужен нового занета. Хорошая идея. Нужен немрот нового занета. Нужен немрот. Язык. Духсик. А он когда-нибудь язык? Духсик. С чем? С моментом, ну вот этого, все равно, ну как бы, есть язык, есть то, есть то, и все равно нужен лидер. Вот это как раз проблема лидерства, которая повелась за собой, и стала, ну как бы, делать вот эту вот, ну, башню, которая, по сути, там же, естественно, было дело не в башне, да, а в позиции, скажем так. Помните, когда Господь давал евреям царя? Да. Как бы, ну, как бы, он искренне не понимал, то есть, вроде бы, как он создал новый народ, да, вывел человека, создал новый народ, и по логике не должен был он просить царя, зная реального живого бога, да, то есть, как бы, вот эта проблема лидерства, у меня, ну, вот, которую Немрот принес, она и была, то есть, Бог не предполагал изначально у людей, ну, никакого царя, не было этого. И вот то, что они пошли за одним лидером, за его идеологией, является, соответственно, второзаконию уже идолопоклонства, не создавая себе кумира, а то, что следствием явилась башня, то есть, это уже Бог просто, ну, как бы, манифестацию свою показал, что, ребята, ну, так не будет, и, как бы, взял их и рассеял. И потом, между прочим, институт монархии появляется очень, ну, поздно, уже после этого. Давайте Павлу дадим до конца, мысль классная, я хочу уже разрешить, надо ехать. Еще одну вот мысль, то, что Бог не против зданий. Саша, твоя тела! Саша, признавайся! От исторического города Вавилон, современного, не осталось ничего. Но теперь дерзкую попытку сделать себе имя предприняли в городе Дубай, когда с помощью европейских архитекторов возвели самое высокое здание в мире. Я был на открытии, кстати. Да. 828 метров. 800, да? 828. 828. 163, это... Какой год это был, скажем? Это 10-й, 90-й год, 4-го января. А салют какой был? Тем более, Бог не остановил... Мы в нашей гостинице остановились. И Бог не остановил этот проект, потому что там не было такой мерзости, как вот. Дальше немного хочу расширить. Серьезно. Очень дальше хочу расширить. Хорошо, давайте внимательно. Духовную часть, то есть мы знаем, что есть такие, так называемые, дворцы Семирамиды. Так вот, Семирамида, это была жена Немрода. И что происходит дальше? Основая свои... Да, точно. Да. Не просто. Вот эти все названия, это не просто с космоса взяты. Это реальные люди, которые жили. И послушайте, что сделала его жена дальше. То есть, основая свои выводы на сведениях, которые дошли до нас из истории, легенд и мифологии, о культе в Вавилонске, о культе, так, после смерти Немрода, его тело было расчленено и разослано по всему миру. То есть, это сделала его жена, но это было с тем сделано, что откуда появился культ поклонения женским всем этим богиням. То есть, она именно после того, как его тело было разослано, сын, который от него родился, она сказала, что сын пришел сверхъестественно. И вот этот сын является богом, то есть, и женщина, то есть, она родила как бы этого сына, и он уже является богом, так как Немрод умер. И вот этот культ Вавилона, когда культ поклонения матери, даже христианство пришел. Да, то есть, это все дальше пошло настолько далеко, что вот все вот эти религии, оттуда они взялись. То есть, после его смерти распространилось вот это идолопоклонство Вавилона. То есть, она как бы всех обманула и сказала, что на самом деле это другой Немрод возродился. То есть, и вот поклоняйтесь ему как богу. И да, сын ее был сверхъестественно зачат, и он спаситель мира. То есть, вот именно вот антихристианская религия. То есть, абсолютно вот то, что бог говорит, что абсолютно на той же самой позиции претендует дьявол. Он не меньше, не больше, не просто на какое-то дело поклонства, но именно на то, что они спасители. То есть, мы принесем спасение. То есть, и сейчас вот эта идея, почему люди соглашаются на многие на тему антихриста, потому что он придет как спаситель. Он придет как спаситель, спасти мир, вывести людей из кризиса, сказать, вот решение конфликтов там всех, и поклонитесь им. То есть, вот, и мы видим, например, что в Новом Завете именно вот поэтому приходит Духси, то, что он разбивает, во-первых, все эти культы, разбивает все эти религии, и апостолы проповедуют истин. То есть, неважно, что эти народы уже услышали. Представьте, в геометрической прогрессии, сколько у них было в голове уже всех этих знаний. И к тому времени, когда произошла сама Пятидесятница, апостолы стояли и пророчества, они вот говорили эти сверхъестественные истины Божьи, которые разрушали вот эти тысячелетиями, вот эти все догмы, культ поклонения матери, культ поклонения там Азирису, Астарте, вот этим всем богиням, ну, которым он дальше поклонялся. Ну, вот просто такая, как идея, потому что в прошлый раз я вообще-то был не услышан. А сколько блоков у тебя впробуете? Ну, в принципе, я для себя взял просто два, потому что... Вот это? Да. Царство Божье, Вавилон, символ царства дьявола, и Пятидесятница, прообраз царства Божьего. Как противопоставление. Противопоставление. Я просто взял как противопоставление, потому что я считаю, что личность Немрода и культ Немрода, это гораздо больше, чем... То есть сама Вавилонская башня, я считаю, это больше его заслуга, чем просто даже объединение народов как таковых, просто то, что они даже как основа имели язык. То есть появился человек, появилась идея, появилась идолопоклонца, и только потом появилась башня. А язык был хорошим инструментом, так как они могли это все строить, лишь инструмент. Смотри, откуда берется идея вот такая корпоративная, вот смотри. Из-за того, что здесь никто не говорит про Немрода. Вот если читать Бытие, я читаю Библию. У меня нету никаких дополнительных результатов. Вот читаем. На всей земле был один язык и один язык. Двинувшись с востока, они, все о множественном числе, они нашли в земле сена равнина. И сказали друг другу. Здесь вообще отсутствуют лидерские позиции Немрода, которые появляются в историческом... Ну вот Библию читай, где? В Бытие 10.10 сказано, что царство его вначале составляли. То есть он основал царство в том же месте, где жили эти люди. Пойми, это не спор. Ну да, это не спор. Это просто вот ты читаешь Библию, и вот хочется где-то вот... Я знаю, да, что на основании Библии очень сложно произвести такой параллель, но я просто вот такую интересную... Это логически очень классно. Иосиф Лави описал Немрода, что он был велик и могуч, но нигде не было сказано, что он был великаном. И идеи его были жестокосердны и величественны. И величие свое он решил воздвигнуть в башню. Я смотрю, вот когда читаешь пять стихов Библии, там разумеют, они пришли. Они сказали друг другу, наделаем... Можно на нем не строить проповедь, но, скажем так, акцент на нем можно... Акцент, да, акцент. Я просто... Здесь я выдвинул такую свою мысль, потому что она вообще не была услышана. Но я бы, конечно, проповедь на нем как бы не строил, но... И они сказали, построим себе башню высотой. Сделаем себе. И сошел, и он говорит, вот один народ... Конечно, это очень хорошая идея. Кто им дал идею? Я думаю, что там в Библии специально не упоминается лидер, потому что люди сами должны брать ответственность. Все равно кто выждет, это другая точка зрения. Все казались лидеры, лидеры, лидеры у каждого. Там они не должны были брать ответственность. Не-не-не, что вообще человек отвечает за себя. А не отвечая за себя, все равно какой-то он был лидер, все равно люди за себя отвечают. Но он у многих идей. Вот в чем фишка идей. Но они же могли не принять идею. Он предложил защиту, он предложил спастись от потока. Он устроил царство. Он будет нипочем. Да. Он устроил царство. Но они только одно не знают, что Господь два раза не убивает одним и тем же кирпичом. Утопил через... Утоплю снова, а у нас же на высоте. Ну, смотрите, во втором обеет. Что это, это лидер? Да, это же лидер. Второй варелон, который строился, если бы Новопадоносор, как говорится, не превратился в животное с помощью Божьего, он был так же самым, пошел бы его путем. Просто в какой-то момент почему-то что-то хорошее Бог нашел в Новопадоносоре, и этого не произошло. Хотя он тоже сыграл столько негатива, царь Новопадоносор, который уже восстановил на второй варелон. Новопадоносор был в плане Бога для определенных событий, которые были рады, он не мог просто так, знаете, там уметь. Потому что с Лавелоном... Спасибо, очень хорошая точка зрения, но давайте все-таки вспомним. Тема вот этого, этой проповеди семинара, это язык. Мы про язык говорим, а не про лидерство. Мы говорим про язык вечности, на каком языке Бог говорил. Что, если бы не было языка, то ни один болитер ничего... Все их, я просто бы идеологию не донял. В здравом балансе, что же. Это мысль очень крутая. Но главное, чтобы вот, как бы... Мне все-таки нравится больше здесь разговорить о единстве, о единстве. Они, они это делали. Там до того было одно, один язык и одно наречие, что они, в принципе, мне кажется, даже им и лидер не нужен был. С полуслова, потому что даже им и лидер не нужен был. Здесь просто вот они, они начали делать. И они продолжали это делать, пока их Бог не остановил. А может, Бог специально про Немрада ничего не говорил, чтобы не много чести, чтобы не слишком много его чести. А он, конечно, не посчитал нужным даже. С нашей логики, вот так, как мы сейчас живем, да? Трежды упоминаются. Всем нужен лидер. Сейчас вот общество вообще без лидера не может даже существовать. Везде в любом обществе есть лидер. Но тогда это было как одно наречие, один язык. И одно какое-то действие. Итак, мы познакомились с составом, или как с материалом, из которого будут готовиться проповеди. Это логические блоки, которых у кого-то 8, у кого-то 4, у кого-то 3. Но все-таки шашлычная палочка в данном случае, это мысль о языке, который является основой. Потому что если бы лидер говорит на одном языке, а его люди не понимают, ну ты хоть тресни. И шашлычная палочка в этой большой-большой теме, это название какое было, государственный язык, царство Божьего или голос Вечности. Вот как Бог говорит. Пожалуйста, я очень благодарю вас за то, что у каждого из вас свой уникальный, персональный взгляд вот на эту вот всю картину. А теперь, это было коротко, а теперь, пожалуйста, Янис. Пожалуйста, а теперь, пожалуйста, раскладывай по полной. Ну мне, и все это будет коротко. Ну давай. Значит, начало про язык, про то, что язык это основа общности, государства, как элемент коммуникации, сотрудничества. Все происходит через язык. Идеи передаются через язык, и единство через язык происходит. И здесь можно уместно изменять эту басну Крылова. Она очень органически впишется в эту тему. Шука, рак. Естественно. Когда в друзьях согласия нет, на латых дело не пойдет. На чем он достигает эту тему, вообще классно. На чем согласие достигается? Единой системой ценностей. Через что эта система ценностей может быть доведена? Через язык. И вот этот момент, что у Иоанна Новый Завет начинает в начале, или в вечности было слово. Слово. Это записанный, или обозначенный язык. В общем, там такая классная тема. И в конце, вот я только хотела сказать, когда мы говорили, ведь здесь же главное, вот важно, что? Их, ну, как бы разрозненность заключалась в том, что никакую идеологию, когда ты языка вот этого человека не знаешь, ты не передашь дальше. То есть он просто дал им разные языки, и разрушилась идеология. И что он делает в день Пятидесятницы? Он дает им услышать друг друга, на разных... Дает им вот эту общность, понять друг друга, и принять вот эту новую христианскую идеологию. Отвещающих о славном, о такосе. И дальше говорит, и теперь у вас один дух. У вас теперь один дух, то есть это же язык духовный, ну, язык царства. Один Господь, одна вера, два сущего. Да, и один дух, все. И вы как бы опять снова... Хорошо, система царства. Конец цитаты, Янис, продолжаем, извиня, Янис. Корпоративная пробка. Ты за кадром встал, остановился, раз, что же, что же, хорошее? Я не знаю, вообще, я... Ну, а можно вот так, пожалуйста, 10 евро и встревайте. Хорошо, я не знаю, давай. Я даже как пастор Орлень говорил, вот о собрании, когда они общались. Пожалуйста. Потом второй блок, это первый язык. И тут как бы, ну, я пойду, ну, думаю, сказать, ну, про то, что первый язык, вообще источник всего, это Бог, и источник, ну, как бы, языка, творец языка, это тоже Бог. И я где-то слышал, в какой-то передаче кто-то сказал, что язык Духа Святого, это язык символов, что когда Он с нами общается, Бог общается с нами, тогда Он через символ общается. Поэтому в Библии очень много всяких символов. В речи вообще Иисуса в притчах говорил, и тут как бы, я как бы хотел углубиться в том, что, чтобы знать значение какого-то символа, с ним надо познакомиться, должен быть какой-то опыт. Ну, и мы, как бы, живем на земле, мы приобретаем опыт. И когда у нас есть опыт, тогда, ну, как бы, с нами можно говорить, с ребенком можно говорить настолько, ну, как, или высоко, или глубоко, насколько у него есть опыт и символы, через которые передавать эту информацию. Как бы, ассоциации какие у нас, ну, как бы, с этим, вот. И третий блок идет про то, что на земле у всех был один язык, и тут, как можно сказать про то, что у всех ассоциации с символами были одинаковые. Вот, что каждый человек, ну, у них был один опыт, одни ассоциации, и они все воспринимали одинаково. Они смотрели одними глазами. Да, да, да. Видели одними. Потом, ну, это, это тут еще можно упомянуть, что, что, как бы, не знаю, как это сказать, этот коллективный разум у всех был один. Ну, вот, это единство, которое у них, как бы, брали источник их идей, их переживаний, и у них у всех был один. Потом четвертое, я, как бы, перехожу на то, что люди изначально, как бы, были сотворены в Царстве Божьем, и изначально они общались с Богом и строили, ну, тут можно параллель, как бы, провести, что Царство Божие, это тот же самый Эдем, который был доверен людям, который надо было охранять и заботиться о нем, но из-за того, что люди согрешили, они были, ну, как бы, лишились этого Царства Божия, этого Эдема, и, ну, как бы, стали жить на земле, где нет этого. По большому счету они потеряли вообще смысл жизни, потому что Эдем это было, как бы, предназначение человека, он должен был заботиться о нем, а тут они потеряли это. Потом пятый, про разные языки, что, как бы, после этого, когда люди были, ну, выгнаны из Эдема, они жили, ну, как бы, в своем окружении, и их язык, как бы, ну, люди общаются, ну, как бы, используют те символы и те, ну, как бы, значения, которые у них в данной ситуации актуальны. И, как бы, это получилась разница языков, что Божий язык, он, как бы, остался в Эдеме, ну, люди начали терять это величие, ну, как бы, общение. То есть ты проводишь мысль о деформации того изначального, оригинального языка в результате грехопадения. Да. Ну, это, как бы, вскользь, это не основа. Потом шестое идет Вавилон, Вавилон, строительство Вавилона, и тут я, я, я как бы вижу, что сама идея изначально строительства вообще, ну, как бы, города, Вавилона, вообще объединения, она, ну, я так, я так предполагаю, что она была хорошая. Потому что, ну, как бы, люди бы не объединились, если бы они изначально видели, что это плохо. То есть Вавилон хороший. И это, это они так думают, что хорошая. И изначально эта идея была хорошая. Ну, заработать деньги, это же неплохая идея. Э, отлично. Но когда эти деньги заработанные начинают извращать человека, потому что... Что у людей, у них не было правильного основания и правильной мотивации к этому, поэтому им это строительство Вавилона принесла, ну, как бы, несла смерть или проклятие. Ну, можно, как бы, немножко вернуться, что люди, когда потеряли Царство Божие, у них внутри, как бы, мотивация, основа, вообще, ну, как бы, внутренности изменились. И они, ну, как бы, делая хорошее дело, они не хотят все это портили. И тут, как бы, этим единством, хотя они делали хорошее дело, и это ихняя внутренняя сущность начала проявляться, это ее идолопоклонство. Ну, тут можно, как бы, и вот эти исторические данные упомянуть. Вот. Потом седьмой, это когда Бог приходит, смотрит на это все и оценивает, что, ну, ну, тут можно сказать, что он не здание оценивает, а то, что с людьми происходило, что это их развращало. А ремонт здания он учитывал? Вот. И тут я увидел, мы в прошлый раз говорили насчет, как этот язык был смешан, про вазу, которую разбили, ну, и мне такой образ, я увидел, что, ну, как люди живут на каком-то, не знаю, там, у моря, у озера, все равно, на льду. И когда лед трескается, ну, каждый пытается спастись, каждый пытается спастись, и ему, чтобы спастись, чтобы не утонуть, не попасть в воду, надо найти ледину. И, как бы, льдины расходятся, и каждый, ну, как бы, вот эти общества людей, они должны были попасть, каждый на свою ледину, ну, как бы, создавая свои какие-то общества, у которых, как бы, они, ну, эти языки, как бы, разделились, разошлись по всей земле. Ну, и тут, как бы, восьмое, это уже день Пятидесятницы, что то, что Бог в Вавилоне, как бы, по-человечески разрушил, а я тут еще хотел упомянуть, что, по большому счету, то, что произошло в Вавилоне, когда рушится единство, вообще, ну, как бы, и человек рушится. Если человек сам себе, ну, как бы, не в согласии, это, как бы, личность рушит. И я тут увидел, что, когда Бог размешал языки, по большому счету, Он разрушил человечество. Ну, как таковое, потому что, если человечество нет единства, тогда они вообще ни на что не способны. Ну, по большому счету, ничего большого они сделать не могут. Совместно. Да, ну, вообще не могут сделать, если нет единства, вообще никакое предприятие, ну, как бы, не получится. И тут, как бы, когда пришел Дух Святой, тогда Бог, ну, это я так увидел, что Бог исцелил человечество, дал им правильную основу, правильную мотивацию, и дал цель строить это Царство Божие, вернул, вернул Веден, изначально, и дал это, ну, как бы, возвратил к тому предначению, которое Бог ему изначально дал людям. Строить Царство Божие в любви, и через это люди получили жизнь вечную, потому что Вавилон, когда они строили, они просто себя губили. А тут Бог дал жизнь вечную. И заканчивается проповедь, и о чем молишься, кульминация. О чем? Ну, что, чтобы мы пришли к осознанию, что наша цель, вообще, изначально, строить Царство Божие, и охранять вот этот Эдем, который, которому, ну, это к тому, к чему Бог нас, вообще, ну, как бы, призвал, ну, создавая призвал, изначально, вообще, ну, как бы, смысл, вообще, жизнь каждого человека. Но создавать это Царство Божие, не свое Царство, на правильном основании, может, молитва, даже может быть, чтобы мы, как бы, осознали вот это основание, что это Иисус Христос, есть наше основание, и вокруг Него, и только в Нем, и с Ним только мы можем, как бы, вот это все делать. Говорись им на одном языке. Да. С Богом. С Богом, через Иисуса, со всеми, которые из Бога. Хорошо. Расторонки вокруг? Да. Все время они мучают. А если он там у них много... Андрей, ты объясни, чтобы она не мучала. Если он у них, он ему, как бы, дал разные языки, это лишило их единства, ну, этим, которые в Вавилоне строили. Которые хотели денег заработать. В общем, забрал у них эти языки, а они остались все такие несчастные, сломленные, разрушенные с этими языками. И тут вот в день пятидесятницы вроде бы как тебе подает, ну, типа, в общем, вопрос в чем? Не проще ли было бы дать нам назад всем один язык? Ты восстановил, он и дал, он и дал. Если ты рождаешься, просто, ты, наверное, не моментально слышал, если я рождаюсь в Царстве Божьем, рождаюсь, а ты рождаешься в Латвии, а ты рождаешься в Гондурасе, то, если ты попадаешь в правильные руки, в правильные родители, то правильные родители тебя учат языку той страны, в которой ты живешь, чтобы на этом языке ты получала образование. Чтобы ты замуж выходил, чтобы ты с трозой, все. Поэтому Церковь-то и Церковь призвана к тому, чтобы благодаря крещению Духа Несты от примитивных языков земных мы могли бы общаться с Богом. И вот этот Божественный язык дает нам эту бездну богатств и премудрости, чтобы мы, получая пророческое видение, пророческое откровение, потому что, когда мы на языках молимся, мы получаем реальность Царства Божьего, общаясь с Богом. На этом государственном теме, тема, пробуйте, государственный язык Царства Божьего и полноценное гражданство Царства Божьего, это то, что Церковь должна перед собой поставить и говорить, вот моя задача. Вот, вот, меня не было на прошлом занятия, и вот пока еще ни от кого не услышала конечной цели. Так вы послушайте, в интернете есть наша прошлая встреча. Да. Она многогранная, понимаешь, здесь пока ты идешь, как по американскому этому хайвею, экзит сюда, экзит сюда, здесь рестораны, здесь, и я вижу рестораны, но не обязательно, чтобы говорить о ресторанах, туда заходить, но что ты зашел и забыл, куда ты едешь. Это очень богатая трасса. На этой трассе очень много вот этих интересных, и это интересно, и это. Приквелы. Да, 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 да. Очень разнообразие. А здесь вот просто выдержать баланс, да, выдержать баланс. Повторю, надо параллели проводить всегда через практическое земное существование. Рождение, человек учится говорить, получает образование, на каком языке общается человек. Вот это и есть для Царства Божьего. Пожалуйста, я хочу послушать еще какую-нибудь пробу. Пожалуйста. Янис. Браво. Браво. Балет. Ну вот у меня было 4 главы. Первый год у меня... Я буду, пожалуйста, в ростуку. С латышского статуса, я говорю, парашки, да, да. Что... Давай на кацу нерстинам языки. Можно дать? Да, да. Да. Апс, слушайте. Валода, таза, нозима, дезинфицируй. А, тебе отценивай, искаажешь. Ликси. Валода и сферизаций, есть памят. Валода и талдос, у нет носа памят. Ну, да. Валода, это и сзывошанс рейс. Валода и культура, и религия, и талдос рейс. Валода и талдос рейс. Мампатик. Руна по англию как перспективу валоду, и по чупру как привитиву валоду. Валода, которая у насется Деву. Мы знаем, что Деву раздума у Адам. У нас же раздума, что Деву раздума, у калерии, как-то раздума, как-то раздума, как-то раздума. как раз мы говорим, мы разъезжаем, то я тоже могу понять, что нальчик, Безус, когда мы уже прятыли, 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 а также прятыли. И здесь есть виноват, потому что, например, как Маркич Лутерский, я знаю, что италии, прятыли, прятыли, прятыли. Но наш государство, в том числе, есть наш святой государства, где мы все вместе с другими, мы все вместе с другими. И это будет нас садов. Да, да, да. Отлично. Когда мы говорим, вы так убедительно говорите, все. Складывается. У меня происхождение. Лед и лабик, да. Это какой блок сейчас? Второй, третий? Это еще первый идет. А это второй уже, да? Нет, не другой. Лабик. Ну вот, Раис, просто лайк, самый мешок. Это 1. Моза. 1. Моза. Ну так, фундаментально. Можи, как спекты, не так. Как спекты такие фундаментальные. Очень хорош. Фундаментальные. На самоманных, мы веточном. Чем дети. Пусть я делаю литературу. Вместо отмени с минуту, отмени с салат, у раута, у нас миец. И по нему лицу. У него есть лица в байгаде с торни. Лидерский видит, как торни, и, как это вырос, не против архитектуры. Но это было не так, как вырос. Я поменею Лутеру, что Лутера тоже написала, что там была дева заимушана, когда он почитал себя по лазвирам, когда он почитал все. Ну, так как, он начинает жить над темой, а потом он почитал деву. И тогда девушка нолена на казах. И тогда, конечно, когда все осталось, и... ... ... ... ... ... ... ... ... Те люди, которые были индивидуальны, без спеки, не виноватые, не виноватые, не виноватые. И тогда они садятся, как они верят. И тогда они собрали бэрну, тогда они думали по себе, и мы тоже не смотрели, как они устроились. И... Девы сажалсты, как Володцы, например, Ноасаделс Крамс, который так зинал, что те, кто не будет плыд. Но люди, которые они не будут, они не будут, но люди, они не будут, они не будут, они не будут. Принцип, он говорит о Деве, и он делает все прежде всего. Лутерис Мартининс, Моузы, который сказал, что, когда они целые грехи, они были сатрищаны, и Девы заимованы. Сухрус, отступрища. Отступрища. Да? Да? Да. Удиверс ракса параллелизм. Та есть верт старп Атришану, старп Бабелестурню, у васара святку, да? У васара святки. У меня как-то, как-то, это очень интересно, как мастерские тестики, как ты вазе сасит. А сполки, да? Шимп Finnish, да, шамбаз. У марта, да? Уcolки, да? Tommy'Cl Aис may так. Улупости, stärпс, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну вот так. У насissements в Jimnes и век, Б Sizне... Вечера, для продвижbury... Вчера disappointed playing придержами contempor N действия Len59 огот Б Яд Nonh academically и Hend'ем. Но мастерlude Свет в гости.. То есть, если у них 20-25 млн, которые не собираются у нас, то те пары, кто с другими детьми, собираются с Володой. Это моя интерпретация. И к какому логическому выводу и за что молиться будете? Ну, потрясающе. Будем молиться за свой дом, молиться за свою семью, за свое родство. А на какую тему молиться? Молиться будем на то, чтобы они пришли к Господу, чтобы пришли единство к Иисусу Христу нашему. И чтобы мы все были только так, только Господь может нас собрать. Чтобы у нас был один народ, одно новичие, один Господь, одна вера, одно крещение. Да, да. Аминь. Пожалуйста, кто следующий? Пожалуйста, господа. Ну, правый сектор, левый сектор. Давай, давай, дорогой. Ну, я назвал немножко по-другому. Помните, была такая тема, имена, имена, имена. Внимательно слушали. И по аналогии я назвал языки, языки, языки. Или так в чем же она сила... Или язычники. Или так в чем же она сила единства? Угу. И я бы начал с такой, ну, введения, первое, естественно, интро, введения. Сейчас с собой нет, но я бы сказал несколько фраз. Например, взял бы книгу на русском, о финансах, прочитал бы несколько абзацев. Я вам гарантирую, большинство бы людей ничего не поняли. Русских... На русским звучит. Потому что я помню, как я первый раз в жизни читал книгу о финансовых инструментах на русском языке, я плакал. Потому что я был полный идиот. Я понимал, что ничего не понимаю. И сейчас я уже не плачу, когда ради интереса читаю какой-нибудь там о компьютерных делах этих компьютерщиков. Что-то там, чего, какие, куда, даже не буду пытаться. И что я понял? Что, чтобы достичь какой-то цели, и все мы это понимаем, нужно не просто знать латышский, английский, русский, вон там в Америке тоже вроде там на английском говорят. Но англичанин, высоко, скажем так, интеллигентный англичанин вряд ли поймет английский из Гарлема, да? Или наоборот, да? Если высокоинтеллигентный англичанин из Лондона будет, ну в Лондоне уже их... Ну настоящий англичанин будет говорить с... Я говорю, например, с австралийцем, пасущим там своих кенгуру, они не поймут друг друга точно. Совершенно разный акцент произношения, совершенно разная смысловая нагрузка. Мы имеем мир, который мы имеем, только благодаря тому, что Святая Троица, Отец и Дух Святой были в полном единстве. И вот я, кстати, как раз в воскресенье это узнал от Орана, да? Что там, где написано в начале, это начинается с этого бытия, имеется в виду Алиф и Тет, то есть первый и последний сотворил небо и землю. То есть в вечность, в вечности было сотворено небо и земля. Иисус сотворил, можно сказать, небо и землю. Интересно то, что без единства невозможно ничего цельное сделать, никакую систему ценностей построить. Но чтобы построить эту систему ценностей, кто-то сейчас очень хорошо говорил, должна быть единая система, по-моему, образов. То есть они мысли, они имели единый источник. Отец и Дух Святой имели единый источник представления обо всем. Они были вобще, заодно, и у них был какой-то совершенный способ общения. Назовем его условно язык, потому что в первой, значит, в Евангелии от Иоанна первая глава написана, что, опять-таки, в начале, или, наверное, там было также Алиф-Этет, то есть, что Алиф-Этет было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богу. Но тут все раскрывается. То есть, если мы возьмем бытие, и Евангелие от Иоанна, начало, мы как бы видим такую тождественность с раскрытием этой ситуации. Почему же не задалось на земле? Вроде одна система ценностей. Всех негодяев Бог потопил. Все нормально. Ной выжил с семейством. Получили тяжелейший урок, но остались жиры. Он положил с ними завет. Четко им объяснил, что и как дальше, что им делать. У них одна система ценностей. Они черпали из одного источника свои переживания. Они были едины при едины. Но случилось то, что случилось. Как вот сестра сказала о Хаме, мы вспомнили. То есть, кстати, Немрода, я так понимаю, потомки Хама родили. Он от Хама пошел. Немрода. Да, я так вот уже как ремарочку. То есть, вот это вот нежелание повиноваться, послушаться, какое-то нездоровое своеволие, оно пошло от Хама. Вроде, и вот мы видим, вроде один язык, но Бог забыл. И люди ищут, чему поклоняться. Они строят новую свою систему ценностей. Как это могло произойти, не представляю. Потому что Бог им четко сказал, что Он дает им власть над зверями, и что кровь зыщет за зверей, если будет погибнуть кто-то. И Немрод использовал эту власть в отличистое от скотами. То есть, он был зверолом. То есть, он использовал вот эту власть. И написано, что он был и сильным. Я просто тоже касался этой темы. И скорее всего, я, правда, таких исторических данных не имел, но я думаю, скорее всего, все-таки он стал их лидером. Но они хотели увековечить, сделать себе имя. Они, во-первых, что сделали? Отец их, недавний отец, там же одно, чуть-чуть прошло времени, нужно вычислить там. Сделал жертву Богу сразу, когда все закончилось. Он их научил, он дал им образец. Но, непонятно как, они от этого образца уходят, какие-то свои образцы, вот это идолопоклонство. И вот, что удивительно, что когда они пребывали единодушно вместе, никто не может, на земле никто не мог им противиться. Богу пришлось сойти, при том, он там о себе говорит о множественном числе. Сойдем. Сойдем. То есть, опять в единстве, Отец и Недухство, и посмотрим на строительство. И стало ясно, что они сделают то, что задумали, никто им не помешает. Потому что они единой целью этой поглощены. И они говорят на единой системе образов, символов, на целостной системе. Они понимают друг друга с полуслова. У них нет никаких, ну вот, как я вначале говорил, что если сейчас какой-нибудь там, не знаю, компьютерщик соберется, финансист, а если еще зэк, который по фене говорит, и все будут говорить по-русски, они друг друга не поймут никак. Там же все друг друга понимали полностью. Сейчас я вижу в мире вот тоже вот это полное непонимание друг друга. То есть каждый тянет лебедь, рак и щука в свою сторону, каждый сулит другим какие-то блага, но ищет благ себе. Каждое государство, каждая фирма, каждая компания, каждый, кто порошок рекламирует, то есть мир устроен так, смотрите на нас, мы самые крутые, доверяйте нам, у вас все будет хорошо, но за базар никто не отвечает. Мне странно, правда, было раньше, почему Бог так с ними обошелся, потому что они вроде решили за все отвечать, решили все построить, устроить, сделать себе имя, прежде чем разойтись, чтобы увековечить, но это очевидно. Они забыли спросить у своего родителя небесного вообще, что им делать. Они не воздали славу Богу, они не почтили его как Бога. Они, пережив этот потоп, все у них было свежо предание, они игнорировали власть Бога над ними. Результат не замедлил себя ждать. Бог сошел и сделал какую-то хитроумную, мудрую, не знаю, как назвать, операцию, после которой они перестали полностью понимать друг друга. Ну, самую простую иллюстрацию, что, я не знаю, подошел бы, но надо, я ее не составил еще много, вежливо выражаться, а тебя считают за, ну, за идиотом. Ну, можно сделать. То есть, вроде говорят люди на одном языке, но совершенно себя не понимают. То есть, понимаете, там не было такого, что один другому подошел и вот так, и тот, он слышал слова, за которыми стояли образы. У них еще не разделились так, как у австралийского, английского и английского. Произношение еще не поменялось. Или даже как в Латвии, да, из Латгалии к Вентам приедет, будет разное произношение. Нет, у них произношение было еще одинаковое, но были совершенно разные образы. То есть, они полностью, это феноменально, они полностью прекратили друг друга понимать. Не частично, никуда. Они больше не могли делать этот раствор, они больше не могли делать кирпичи, они больше не могли вместе работать созидательно. Это было невозможно. Они полностью потеряли взаимопонимание. Система образов, вот она смешалась. Вот, как сказал в прошлый раз Кравцун, вот это самое, и Захаренко, и Алик они были, что это был первый вирус. Когда вроде компьютер все работает, но ты в нем ничего делать не можешь. Он совершенно какие-то другие образы дает. Да, все. Вот это был первый вирус, видимо. Потому что, как сейчас уже доказано, как вот есть операционная система этого телефона, Android или вот у вас iPhone, iOS, да, а у человека своя операционка. Посмотри. Мне Линда прислала благодарность. И благодарность в таких вот куровях. А, то есть ваш компьютер не воспринимает. Да, да. И она прислала, говорит, благодарность и вот этот... И там какие-то непонятные символы. Спасибо. Это после корейцев. А? Это после корейцев. Смотри, чтобы корейский вирус в я не попал. Ооо. Да, хорошо. Я постараюсь короче, потому что... Попал еще 3-4. Вы очень классно заметили. Тема такая, ну, класс, мощный, как хайвей. Да, да. И хочется и то, и то. Но сейчас мы как бы просто как тезисами, да, немножко. Да, да, да. Итак. Случилось то, что случилось, благодаря сверхъестественному вмешательству Бога. Они больше не понимали друг друга. Поэтому ничего построить не могли. Ну, тут, конечно, обязательно вот эту историческую иллюстрацию бы сделал. Что и сейчас из себя остатки этой башни представляют, этого города. Вот со всеми этими идолополоконническими храмами. Там 53, по-моему, этих было. Да, да. Это жертвенник храма. С многобожием этим. Что, скорее всего, мне понравилось, Павел Иванович, что Немрод был попыткой первого воплощения, ну, антихриста. Потому что, смотрите. И тут бы я вот проводил параллель. Смотрите. Библия ясно пишет, что будет в последнее время. В последнее время придет некий лидер, который будет говорить на понятном всем языке, языке добра при том, и под лозунгами «Мир и безопасность», под такими важными, добрыми, значимыми лозунгами, всех привлечет к себе. Но у него, правда, будут инструменты, которыми он сможет навести этот порядок «Мир и безопасность», когда он вообще будет говорить об альтруизме. Он будет говорить, что он, я уверен, что он коррупцию прекратит. Я уверен, что он вообще войны прекратит. Он вообще порядок наведет, порядок, нищету устранит. Он кучу-кучу замечательных вещей сделает. Кто насчет? Африка начнет красавица. Африка. Может быть, да. То есть, опять люди, планеты, земля, человечество, которое, как кто-то, не помню, говорил, было сломано, разрушено, раздавлено вот этим, то, что он смешал языки. Вдруг человечество почувствует себя опять едиными. Но что они сделают? Они опять восстановят фактически Вавилон. Ну, там опять можно коснуться. Чтобы восстановить единство. Но что будет восстановить единство? То есть, вот продолжаем эту тему. Одна единая система ценностей. Да. Вот мир и безопасность. Безбожие. И я считаю, что все это будет происходить все-таки на английском языке. К этому идет. Да. Я английский сейчас в Гегемон. Глобализация. Да. Я его пытался изучать. Язык очень странный. Они пишут одно, а говорят другое. То есть, если тебе сказали night, то это может значить на слух и рыцарь, и ночь. То есть, вы все знаете. То есть, язык совершенно лживый, скажем так, мягко. Ну, на мой взгляд. Притом, правила звучания, ну, может, они есть? Ну, ладно. Но это другое. Идем по типу. Факт в том, что будут все объединены этим новым немродом. Опять что-то построят. И они опять отвергли боговедение, бога божьего. И отвергли самое важное. Духа Святого, который сейчас излит на эту землю. Я вот там хотел бы, не знаю, как сделать этот переход к тому, что Дух Святой, носитель реальной Божьей информации, силы, любви, здравого смысла. И все крещенные Духом Святым, рожденные свыше верующие, имеют возможность говорить на этом проязыке, первом языке, который знают небеса, который знал Адам и Ева, которые знают Иисус, которые знают все ушедшие святые. И мы, принимая силу Духа Святого, Его пуская в свое сердце, должны, просто обязаны научиться говорить на Его языке. Потому что если мы продолжаем жить в системе образов этого мира, то мы никогда не войдем в Царство Божие. Потому что нельзя с интересами этого мира, часто хорошими, добрыми, искренними такими, нельзя войти в Царство Божие. Потому что плотские, все плотское, оно сеющий в плотскую пожнет тление. И вот к этому бы я подвел, рассказал бы о Дне Пятидесятницы, как вот все говорили о том, что это случилось в День Пятидесятницы, когда там были набожные люди 17 национальностей, которые пришли на Пасху почтить. Ой, не на Пасху, на что они пришли-то? Ну, почему-то они тогда все были-то, да? Еще и же не было дня, день Пятидесятницы тогда и был. Вот они пришли 17 национальностей, и все они, там трижды, там трижды говорится, все они слышали, весьма не удивляйтесь, все слышали говорящих на их родном, на речи и вещающих о великих делах Божьих. То есть я не думаю, там же много-много, три тысячи, да, людей. Я только вот на прошлом занятии как-то у меня этот файл возник, хочу еще с этим разобраться, потому что один раз об этом слышал, но не понял. Вот в этот раз что-то ухватил, что там не было так, что говорили на 17 на речи 120 крещенных Духом Святым, они говорили на этом проязыке, а все набожные присутствующие, не все даже, а те, кто были набожные, они восприняли вот эту атмосферу Духа Святого, что стали слышать как бы на своем на речи, но они стали понимать. Ведь они говорили там непростые истины, я думаю, что-то очень великое, славное, о делах Божьих, о великих делах Божьих. То есть Дух Святой, излившись на эту землю, принес вот этот истинный язык, благодаря которому все сотворено из невидимого видима. Это язык Духа Святого, это язык нашего Бога Отца Иисуса. И на небесах мы будем говорить на нем, но мы сейчас уже можем, двигаясь в богопознании, ища отношения с Духом Святым реальных, можем говорить на этом языке, пленяясь его образами, преобразуясь обновлением ума нашего, о чем просит нас Павел в Римлянах, например, да, обновляясь Духом Ума. И даже Петр об этом говорит, что припаясь в числа ума своего поясом истины. То есть истина – это Иисус Христос. Для этого мы, в общем-то, только для этого Церковь является не просто организацией человеческой, административной единицей, да, как она выглядит в составе любого государства, да, там юридическое лицо, там явно пауза, да, базница. А это столпы утверждения истины. То есть это место, наши все церкви, это место, где люди могут погрузиться в изучение истинного языка. Насколько Церковь будет эту задачу исполнять, помогать Духу Святому, настолько она будет подниматься, разрастаться, потому что Бог прилагает спасаемое к Церкви. Но настолько она будет влиятельной. Потому что ее главная функция Церкви – это не захватить власть в государстве, это поменять мышление, идеологию людей. То есть наполнить город или деревню или место, вверенное этой Церкви, учением и возможности присутствия Духа Святого для прочих людей. То есть когда происходят сверхъестественные вещи, это есть язык образов, символов, язык Духа Святого. Мы его не понимаем. Но мы можем им пользоваться, как я совершенно, например, не понимаю, как устроен этот телефон, вообще не понимаю, как он может все это делать, но я им прекрасно пользуюсь. Вот в этом аспекте я бы говорил, а потом мы молились. Супер, отлично. Очень оригинально. Посмотрите, ни одного одинакового выступления. Янчик по-другому. Вам огромное спасибо. Вы вообще на языках говорили о проповеди, на языках. Очень великолепно. Я бы хотел сейчас что? Все-таки финальная часть, сделать акцент на том, что мы должны людям объяснить, что феномен разных языков и дар молитвенного языка – это разные вещи. Потому что то, что Деяние апостола во второй главе было, и молитва 1 Коринфянам 14 или 2 Коринфянам 14 – это разные вещи. Давайте сначала Деяние прочитаем, 2 Коринфянам 14, а потом 1 Коринфянам 14, чтобы чуть-чуть порассуждать, чтобы забросить просто вот в свою подкорку какие-то идеи, что это не одно и то же. Смотрите. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущества сильного ветра и напорил весь дом, где они находились. Во второй главе Деяния апостолов произошло то, что Христос сказал перед своим восхищением. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мнее, мнее свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре и даже до края земли». Вот здесь привычно мы говорим, что это будет аноинтинг, это будет сила Духа Святого, и я буду проповедовать на своем родном языке. Дело в том, что они, вот эти кретяне-равитяне, они слышали их на своем языке о великих делах Божьих. Это то, что вот здесь. То есть вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете, используя феномен разных языков и даже феномен вот этих иных языков, которые будут потом истолкованы в пророческое слово, вы будете свидетелями в Иудее, Самаре и даже до края земли. Я хочу подчеркнуть мысль такую, что сегодня многие церкви категорически отказываются молиться на языках. якобы беспокоясь о том, что люди, которые из мира придут, они вдруг как-то неправильно поймут или неправильно соблазняться и воспримут. Вы понимаете, если бы апостолы взяли на вооружение вот этот принцип, они бы сорвали Господу весь вот этот праздник. Ну, представляете, да? А когда Господь хочет нам, и поэтому я, например, никогда не стыжусь, и вы не стыдитесь молиться на языках. Потому что стыдиться – это угошать Духа Святого. Это то, что Бог нам заповедал, мы извиняемся перед людьми за нашего Господа. Отвратительно, неправильно, пошло. Это просто никакие ворота. Вы помните 90-е, когда мы люди, многие, такие-сякие, нас сейчас там вспоминают, там НТВ крутит, пробуждение такое мощное было, когда Дух Святой получал свободу максимальную в молитве, в поклонении, в медитации, в пророчестве. Поэтому на что обращаю внимание? Феномен разных языков. Ты сам даже не знаешь. Это, смотрите, чем отличается феномен разных языков от дара иных языков? Инициатива разных языков принадлежит Богу, как Дух давал провещевать. Ты сам не сможешь проинициировать то, что было во второй главе. Ты не можешь. Но иной язык, если открываем сейчас 1 Кориня 14, написано, что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. То есть я повторяю эту разницу, что разные языки, это когда Бог по своей инициативе через тебя говорит людям. Это когда Бог, как Дух давал провещевать, через тебя обращается к людям. Как бы это странно не было, вдруг у тебя мощное побуждение с человеком говорить на этом языке. Ты даже не представляешь. Индивидуально ли. Или это корпоративно ли, или массово. Эта инициатива принадлежит Богу. У тебя страстное желание. Он тебе производит хотели и действия. И ты обращаешься к человеку. К толпе. Ну вот как они обращались. И все вдруг слышали. Это вот формат разных языков. Но, когда мы читаем 1 Коринфянам, 14 глава, здесь написано о незнакомом языке, молитвам, мой индивидуальный язык. И смотрите, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, назидает церковь. И дальше он говорит, что ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, и он тайны говорит духом. Инициатива молитвенного языка принадлежит человеку. Вот я захочу сейчас молиться на языках. Я, 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 это моя инициатива. И я начинаю говорить. Я могу просто сейчас петь на языках. И все. Но это молитвенный язык, который, который, это когда я, моя инициатива, моя молитва, мой дух, и я обращаюсь к Богу. Разные языки, это когда Бог через тебя обращается к людям. А молитва на языках, это когда я, моя инициатива, я хочу молиться. В любое время. Подготовлена ситуация. Не подготовлена. Нужно молитесь во всякое время. И инициатива очень простая. Как это? Полноприводной механизм. Буду молиться духом, буду молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. То есть это я, я буду, я. Это моя инициатива. И я считаю, что в данном случае мы должны как-то усилить молитвенную жизнь. Вы знаете, пророчество приходит тогда реально, когда у тебя вот эта молитвенная жизнь, вот на языках, она столько, ты просто включаешь, дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Все идет. Хотим мы или не хотим, будет обратная связь. Смотрите, что такое пророчество? Пророчество – это обратная связь во время молитвы на языках. Я молюсь, разве у вас не бывало такое? Ты просто стоишь и молишься на языках. И вдруг у тебя вот здесь в сознании приходит слово Божье. Не оставлю, не покину, буду хранить тебя, держать тебя. Это не приходит на пустом месте, это приходит как из недор. Ты тайный, говоришь Богу, духом, ты даже не знаешь, что такое тайна. Тайна – это когда Бог эксплуатирует или арендует, или как использует твои уста, твой механизм, но минует твой разум. Когда я молюсь на языке, там написано, что ум остается без плода, а дух мой молится Богу. Но в то же самое время, когда дух тайны говорит Богу, практически дух все знает. Знает, кто в зале сидит. Дух знает, чем ты болен, даже если твой разум не знает. Твой дух знает, твои дети сейчас в проблемах какой-то, и ты не знаешь. Но представьтесь, как Бог устроил изумительно, что твой дух, который обладает абсолютной информацией об абсолютно любой ситуации, он через твои уста, ходатайся перед Богом, говорит, Господь, исцели того человека, того мальчика. И Господь отвечает на твою молитву, вдруг дает тебе слово, и ты говоришь, сейчас в зале находится человек, который нуждается в этом, в этом, в этом. Пророческое помазание, оно идет как обратная связь после молитвы на языках. Почему? Потому что заявку Богу дает твой дух, который тайны говорит Богу. А Бог начинает отвечать, и разум включается. Если молитва на ином языке, минуя разум, идет через твой дух, через подсознание к Богу, то ответ от Бога идет через твой разум. Вот здесь идет вот как бы, вот это, как бы, замыкается вот этот круговорот. Дух, моя инициатива, я молюсь Богу, мой дух говорит тайный Богу, ходатайствует о том, о чем ты даже не знаешь. Но ты молись до тех пор, то есть мы должны практиковать, чтобы вот когда ты говоришь тайно, нет ничего тайного, что не сделать бы я. Здесь принципы работают. Если дух сегодня говорит Богу тайный, то однажды все тайное будет явным. И эта практика должна быть настолько отточена, что не просто я туда что-то говорю, тарабарщина, бла-бла-бла-бла, Господь, научи меня. Вот эти тайны, наше дело, эти тайны раскладывать. Поэтому, когда мы проповедуем, когда мы молимся, включайте языки, которые превратятся в пророческое слово. Которые превратятся в пророческое слово. Я думаю, что вот кто-то из, я знаю, что многие из вас, я помню, в центре был, когда проповедовал про эти, бури, про штормы, я говорю, сейчас мы будем молиться. И это очень хорошая практика, когда ты выводишь, так, ты, 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 ты выходи, молитесь, и каждый стоит и молится на языках. И потом вдруг бах! Помнишь, как этот Антон, да? Начал там про корабли, которые раньше там под парусами, сейчас поэтому. Это здорово, когда мы включаем вот в эту практическую плоскость людей. И вот когда, мы вчера говорили здесь, на пастерских, здесь Амстров, да? Да, Ганамстер. Когда вот здесь будут 15-го, 16-го, 17-го, 17-го октября, вот они это практикуют. И мы должны быть уже готовыми к тому, чтобы нырять вот в этот опыт. Помните, когда у нас была латвийская молитва? Я вспоминаю эти молитвы. Ливон, иди сюда, давай, пророчествуй. Мы должны людей провоцировать. Он молится на языках, на языках, на языках, и потом Господь разрушает вот эти престолы без окон. Откуда эти мысли берутся? Это мысли как трансформация или расшифровка той информации, которую ты тайно говоришь Богу. Поэтому, хотим мы или не хотим, если мы на языках ленимся, если у нас не разработан механизм, если у нас только два слова, там, чиклин, ты, тинклин, ты, тинклин, ты, тинклин, ты, ну, вот, вот, и надо, как Павел говорит, я больше всех вас говорю на языках. И смотри, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Остановка. Следующий пункт. Запишите или запомните. Когда кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Что такое? Тот назидает себя, если я говорю на языках и ничего не понимаю. Запомните, во время молитвы на языках заполняется наше подсознание. И потом из нашего подсознания Господь будет брать эти откровения, эти слова, эти идеи, и из подсознания момент, когда информация из подсознания переходит в сознание, называется откровение. Я здесь сравниваю это, знаете, с чем? С логистикой торговых центров. Торговый центр – это комплекс. Это когда там целые, там, не знаю, десятки, сотни магазинов. Но товар вот в этот центр поступает не с грузовиков прямо на прилавке. А товар, он, фуры, они заезжают на складские помещения. А потом из складских помещений этот товар, как их мерчендайзеры, или как его звать, они просто берут из складских помещений и расставляют по полкам. Так вот, если говорить, что такое молитва на языках, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, загружает в свои складские помещения божественной информации, после чего Дух Святой дозировано из твоего подвала, из своего подсознания, он просто берет и говорит, а вот теперь на твою полочку нельзя из грузовика сразу вывалить все на прилавок. И мы с вами, как храм, мы должны понимать, что молитва на языках это такое многогранное, многоярусное такая работа. Молись на языках в любое время и загружай свое подсознание. Ты, может, молился целый день на языках, ничего не было, и говоришь, что толку, барабан? Знаете, в чем толк? Что ты назидаешь себя сначала на уровне подсознания, а потом вдруг в самый неподходящий момент, или наоборот, когда у тебя критический, когда у тебя какой-то экстремальный момент, идея. Идея не приходит извне, идея приходит отсюда, вот, изнутри. Послушаю, что скажет Бог во мне. Поэтому вот я не знаю, так бы хотелось, чтобы у нас учение о языках, оно как бы вот из небытия или из забытого, уже упрощенного, примитивного уровня, мы бы взяли сейчас это целое учение, просто говорить, что, чтобы оно на современном уровне могло приобрести какой-то совершенно другой практически смысл. Потому что, когда, давайте молиться, через три минуты церковь замолкать, это ненормально, это невежество, это люди ничего не понимают. У них такие механизмы, и просто тупо они ржавеют, или, как сказать, выходят из строя. Мы должны заинтересовать, мы сами должны понять, что молитва на языках, ты с Богом говоришь, общение с Богом, обогащает тебя. Каким образом? У него такие ресурсы, что он сначала в твое подсознание загружает информацию, загружает, загружает, и потом в один момент отсюда из подсознания товар из складских помещений на твои прилавки, твоего служения, твоей проповеди, разве не так? Мы обогащаемся, не только когда читаем, мы обогащаемся, не видел того глаз, не слышал ухо, что приготовил Господь любящим его, а нам Бог открыл, чем? Духом Святым. Поэтому, знаете, мы должны сейчас просто эффективность молитвы определять не столько эмоциями, ой, какая атмосфера была, сколько той информации, которую мы получаем от Господа. Господь мне сказал. Пусть это не будет прямо, ну прямо полотна такие, Бог мне вот это сказал, вот это. Когда тебе Бог что-то говорит, это всегда как снайперский, это как адресатно, это когда актуально, это то, что вот... Я вспоминаю, когда история, как родилась песня, не говорил я тебе. Я уже рассказывал где-то, но среда обыкновенная, вот как вчера в служении было, уникальная. Я помню, выхожу, просто вот, это все дрожит, вот Бог, это Дух Святой. Я боюсь что-то говорить, потому что, потому что так легко вот эту атмосферу просто сбить и все. Я стою и молчу, я просто на языках, Господи, какая сила, какое близость, какое присутствие. Не, надо проповедовать, как легко сказать, аминь, братья, садитесь и все. То, что, ну сотни раз люди это делают. Вопрос не в том, что садитесь, вопрос не в том, что ты приготовил, вопрос, что Бог приготовил, любящим Его. И я стою и спрашиваю, что делать? Я не знаю. Если ты не знаешь, что делать, позволяй, вот, Духу Святому, работай. Пауза, это тоже служение. Потому что в это время ты не знаешь, что люди переживают. И вот стоял, 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 и вдруг слышал три фразы. «Не говорил ли я тебе?» У меня слезы как рухнули. От откровений приходит вот это вот сокрушение. «Не говорил ли я тебе, что я сохраню? Что я проведу? Что я защищу?» Я про себя эту фразу говорю, «Не говорил ли я тебе?» И у меня вот такое ощущение, что ты подключаешься к этому. На первом ряду, как всегда, пасторы стоят, но непробиваемые они всегда такие, уверенные в себе, и все. Как лимфон там, еще эти там, блин. И я опускаюсь вниз, подхожу, беру его за руку и говорю, «Не говорил ли я тебе?» «Я тебя проведу!» Смотрю, у него вот это пророчество, но оно не может просто на сухую приходить или как-то. Все равно это взаимодействие. И вот чем больше будет такого опыта, тем люди нас будут больше ценить как проводников его откровений, его силы, его зла. Молитва должна быть другая, приколов должно быть меньше, серьезности должно быть больше. Голос Божий, людям нужен голос Божий. И люди должны видеть и слышать. Не смотри на часы, не контролируйся тем, что ты вот приготовил. Ну, мало ли, что ты приготовил, а что Бог приготовил. Иногда то, что ты приготовил, четко, все классно, все. но когда тебя Бог приглашает, говорит, давай теперь в мою игру поиграем. Вот возьми это слово. Наблюдайте, как вы слушаете. Не только, когда ты в зале сидишь проповедь. Наблюдайте, как вы слушаете, когда вы проповедуете. Почему, когда мы заигрываемся, прикалываемся, во время проповедования, это мешает Богу тебе говорить во время проповедования. Но когда ты ответственный, когда ты вот на этой волне, Бог будет говорить такие вещи. Поэтому, как говорится, желаю, чтобы все вы, пятый стих, желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующие превосходнее того, кто говорит языками. А если читать Деяния и залью от Духа моего на всякую плоть, на рабов моих и на рабынь, и что они будут делать? И они будут пророчествовать. Так хочется, чтобы вот не просто коучи вот темы разобрали. Почему хочется вот в следующий четверг провести как хомворшип или как вот ну такая медитационная встреча. Разберем слово, потом будем поклоняться, и потом микрофон свободный. Бери и пробуй, что у тебя в Тухе. Молись на языке. То есть вот эту теорию нам нужно превращать в практику. И когда ты вот освоил это, вы даже не представляете, ты чувствуешь себя, будешь как вооруженный до зубов. Германия или Израиль или там Гондурас, или там Луца, или где ты просто прихожий в Господь. Я хочу, чтобы ты сегодня служил этим людям. Мои, мой инструмент, мой дух, моя память, мое сердце, пожалуйста, научи меня служить людям. Научи меня пророчествовать, научи меня твои мысли излагать. Это я был тогда в Чехии, ну вот в Праге. Такой пророчественный, такой дух пророческий. Я первый раз в той церкви. Там половина церкви армяне. Эта церковь в прошлом посольства Божьего, которая на восьмилетии поменяла название и сейчас окклесия. И когда ты совершенно в такой новой церкви, не зная никого, ты просто молишься и говоришь Господь, говори, что этим людям? Вы знаете, это так необычно. Ничего нету. Просто вот такой пустой, как сказать, пустой экран. Ну, но ты говоришь Господь, что ты Ему хочешь сказать? И вдруг приходит мысль, не то, что ты пророчеств поток. Любое откровение это поток. Это когда у тебя приходит поток, ты даже не анализируешь, оно просто уверенно, глубоко идет. Ты начинаешь говорить, смотришь, человек падает, человек сокрушается, у человека вообще начинает все это ворочиться. И когда ты вкус этого поймешь, то для тебя просто проповедь или просто семена, это будет уже банально, это будет уже не то, что банально, это будет ну, 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 это буква будет для тебя. А есть вот это священное действие. И у меня никогда не было такого, что я помолился, говорю, где жена пастора, она куда-то ушла. Я никогда такую власть не вспомнил. Быстро говорю, зовите ее сюда, пусть она придет. Побежали, она куда-то на кухню пришла. А я знаю, что это слово для нее. Она приходит, я начинаю говорить там, такое твориться начинает. Она говорит, как это ясно. В этом есть красота, давайте это практиковать. К чему я это говорю? В этом есть прелесть, в этом есть глубина, в этом есть зрелость. Кто говорит на языках, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. И Бог хочет, чтобы пророческое полназарное оно пришло. Давайте молиться. Давай.